Одна из самых старейших трамвайных систем России находится в Саратове. План ее строительства был утвержден 104 года назад, в апреле 1908 года. А уже в октябре Саратов увидел свой первый электрический трамвай. До этого момента в Саратове более 20 лет курсировали конные трамваи, так называемые конки. Но с появлением электрического вагона жизнь горожан серьезно изменилась. Поездки стали намного быстрее, вагон двигался со скоростью 15 км в час и намного комфортнее. Ехать можно было в двух классах. Самый низший, второй располагался здесь, на этой площадке, для простых людей. За поездку мне пришлось бы отдать 3 копейки. Высший первый класс находился уже внутри вагона. Здесь можно было ехать с комфортом. Билет стоил 5 копеек. Все об истории трамваев Саратова знает Павел Кузнецов, заместитель генерального директора Саратовгорэлектротранса. Павел Сергеевич, расскажите, что такое вот трамвай в начале века для Саратова. Вот это техническое чудо привлекало внимание не только простых горожан, но и жителей деревень окрестных в Саратове, которые приезжали специально посмотреть на трамвай, как на техническое чудо, покататься на нем. И потом рассказывали жителям своих и других деревень о том, как вот это все происходило. И люди им не верили. Нам до 50 умещалось, если считать, что на каждой ступеньке, их 4, висели гроздьями на лестнице, которая ведет на крышу. Да везде даже старые водители рассказывали, что они сидели даже на крыше, и вот здесь ноги у них мотались. Они просили ноги убрать, чтобы им обзор не загораживать. Чтобы обеспечить трамвайную сеть током, на углу Астраханской Большой Казачьей была построена электрическая станция. Ее турбина находилась вот в этом здании. К сожалению, до наших дней установка не сохранилась. Мощности электрической станции было более чем достаточно, поэтому избытки электроэнергии продавались зажиточным гражданам для освещения их домов. В октябре 1908 года торжественный первый выезд Саратовского трамвая чуть не стал последним для руководства города. В вагоне перегорял предохранитель, отчего отказали тормоза. Неуправляемый трамвай понесся вниз по Московской. Остановился он здесь, не доезжая современной улицей Комсомольская. К счастью, тогда обошлось без жертв. Саратовские высокие чины отделались испугом и ушибами. Артем Калатин, Олег Буланов. Новости. Телебектив.